Убрали пол, новый постелили, утеплили, там утеплитель положили, зал еще делать. Но муж отказывается, потому что у нас выживают отсюда. Здание ветлечебницы. В прошлом ветхое здание. В настоящем дом для трех человек. В конце 90-х у Бескаравайных сгорело жилье. Временно им предоставили это нежилое помещение. Жилым хотя бы внешне его сделали с помощью ремонта. Для этого семья брала кредит. Но 8 лет назад, по словам хозяйки Галины, здание ветлечебницы перешло из краевой собственности в поселковую. Прописан в доме никто не был. И глава населенного пункта указал людям на дверь. Голубцову вот ходить. Вот я хожу, это бесполезно. Он просто на нас смотрит, как на быдло. Слезы, отчаяние, как следствие, высокое давление. Правда, выход им предложили. Выкупить участок. Голубцов требует, чтобы мы его выкупали. Это аварийное, якобы, здание. Да. Сколько просит за него? Ну, я не знаю. Он так вот, икнулся, что 100 тысяч. Администрация сельсовета, по словам Галины Анатольевны, продала даже землю вокруг дома. Оставив женщину и ее семью без огорода. А, соответственно, и без еды. То, что земля вокруг здания частично продана, в сельской администрации подтвердили. И добавили, отбирать дом насильно никто не будет. А вот заплатить за участок, на котором стоит здание, бескаравайные должны. Землю мы ее выдать так не можем, потому что она нам была передана из администрации краевой. Собственность ее только на торги, на выкуп эту землю. То есть она землю оформляет, соответственно, потом, когда здание отремонтируют, или его снесет и новое построит, то можно будет его в дальнейшем и проживать. Стоимость участка 60-70 тысяч рублей, пояснили в администрации. Но для семьи, которая живет более чем скромно, это неподъемная сумма. Сын Галины Анатольевны – инвалид детства. Муж лишился работы из-за коронавируса. Если вот заберут, то куда? Да никуда. Туда. А между тем, в 99-м году после пожара семья стояла на 72-м месте в очереди на получение нового дома. Правда, потом их из очереди почему-то вычеркнули. Почему, мы просим ответить в запросе. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...